Слушай, наёвка Элина это просто женственность. Это, знаешь, квинтэссенция женственности. Это тот нюанс, это та деталь одежды, которая любую женщину, вот абсолютно любую, сделает ещё более женственной. Вообще, Олечка, я хочу вспомнить сразу в 60-е годы, когда этот принт, Полька Дот, он так правильно называется, завоевал сердца наших женщин. Послевоенное время, когда многие украшали себя платьями. Ну, нашим женщинам это было недоступно, сторона восстанавливалась. И после того, когда в 60-е годы мы посмотрели показы наших моделей, то, конечно же, многие женщины до сих пор отдают предпочтение этому горошку. Слушай, Свет, ну а вообще вот сейчас моден горошек, вот он на подиумах сейчас есть. Я вообще хочу отнести горох к классике. Это тот самый принт, который никогда не увядает, не угасает, он остаётся всегда модным. Именно этот принт делает женщину романтичной. Но у нас есть три цвета на выбор. Вы смотрите, как здорово. Ах, глаза раздвигаются. Ну что ж, у Светланы чёрный цвет в белый горох. Классический чёрный цвет в белый горох будет идеально сочетаться не только с белыми и чёрными блузами, также будет сочетаться с однотонными красными, жёлтыми, ярко-голубыми. Вы можете подобрать любой яркий верх к юбке Лина. Конечно же, советы стилиста важны. Прислушивайтесь к советам и делайте покупки, которые вас будут радовать. Вот если вы ещё не решались и ни разу не сделали покупки на шоп-эн-шоу, сейчас идеальное время. Юбка Лина. Давай, Олечка, знаешь, что ещё посмотрим? Очень часто многие женщины говорят о том, что дистанционно сложно подобрать для себя вещи. Поэтому меня радует, что юбка Лина имеет потрясающую длину, это длина Макси. И мне очень нравится, что она посажена на эластичную ленту. Если у вас, например, не такая изящная талия, как у нашей Оленьки Мокшиной, а вот у меня такой более прямоугольный тип фигуры, поэтому для меня очень важно наличие эластичной ленты. Благодаря эластичной ленте юбка подстраивается под женскую фигуру и садится идеально. И ещё, мне очень нравится, что здесь дизайнеры используют лёгкую шифоновую ткань. Слушай, шифон такой капризный, шифон сложный материал, Света, а как же нам с ним обращаться? Ты знаешь, Оля, я сейчас хочу многих женщин обрадовать, кто всё-таки предпочитает воздушные летящие ткани, особенно летом. Шифон сегодня радует нас прочностью, я сейчас хочу это показать, потому что это декоративный шифон. Сегодня технологи пришли к выводу, что обязательно в натуральные шелковистые волокна они добавляют синтетическое волокно. При этом я сейчас научу, как правильно выбирать качественный декоративный шифон. Смотрим внимательно. Мы видим с вами изнаночную сторону, но она совершенно не отличается от лицевой. Слушай, правда. Вот это стопроцентное качество хорошего, добротного декоративного шифона. Слушай, ну я не пойму, а как сшита юбка, я не вижу, как подгибка, вот как на юбках обычно. Ой, Оля, здесь вообще история такая очень приятная. Вообще хочу тебе сказать, что шифоновый материал очень сложно сделать и верлог. Поэтому здесь мы видим с тобой ювелирную работу. Ты посмотри, ниточка к ниточке. А ведь это сделано специально, чтобы не утяжелять шифоновую юбку. Чтобы она была летящая. Представьте себе, вы надели юбку Лина, идёте, жаркий летний день, юбка вам. Тянуется, колышется, мужчина оглядывается, теряет голову. И опять же напомню, размеры у нас есть от 44 до 60. Шифон, конечно, это круто, он летящий, он лёгкий, он воздушный. Не будет посвечивать ножки. Огромное преимущество того, что здесь используется не только шифоновое полотно. Вот Мариша сейчас крутится, и мы даже видим, что ножки защищены подкладочной тканью. Маришенька, можешь остановиться, или Настя, приподнимите чуть-чуть краешек юбки Лина. Вот, и мы видим с вами длинный подкладочный материал. Да, юбка. Слушай, это здорово. Ещё вторая юбка. Обычно на подкладе экономят. Делают короткий подклад, который вообще не спасает. А здесь длинный подклад, и вы получите ещё серебряное драгоценное украшение при покупке. Продолжение следует...